Дорогие друзья, рад всех приветствовать вас. Сегодня у нас такая собралась тоже своего рода сборная команда. Сборная команда друзей Йозефа Галонки. Это такая своя рода сборная. Все прекрасно знаете, что у нас совсем недавно было замечательное событие. Это был очередной день рождения нашего друга Йозефа Галонки. Я вам скажу, если говорить что-то о Йозефе Галонке, то долго объяснять ничего не надо. Поскольку, когда говорят о Галонке, знаешь, что это блестящий игрок, чемпион, спортсмен, отличный друг, прекрасный мужик, замечательный тренер. Все при нем. Можно долго рассказывать о его трудовом пути, а либо о доблестном пути, в том числе на ледовых площадках. Как будем говорить о панах Галонки, так мне нужно долго рассказывать. Все все доброе время, что это очень добрый человек, добрый спортсмен, выборный тренер, очень добрый приятель. Тем более, я думаю, что господин Немич, который рядом стоит, не даст мне соврать, поскольку он наверняка был вместе с ним и на льду. А и пан Немич то подтвердит, потому что был в Бедове Галонке на льду. Но я вам скажу, что когда я стою рядом с Йозефом Галонкой, я себя тоже чувствую чемпионом. Я объясню, почему. А когда стоим в Бедове Галонку, так теж сенситим, как чемпион, а безболезнен. Потому что все здесь, все вы прекрасно знаете Йозефа Галонку, но никто не знает его так долго, как я. Все эти добрые познатят пана Галонку, но никто вас не познал, а так, аж так долго, как я. Я вам скажу, когда в Праге проходил в 1959 году в марте месяце чемпионат мира, то я был на той игре, где боролись за второе и третье место советской команды и командой, где был в составе чехословакской сборной Йозефа Галонка. Например, в Праге в Европе 1939, в начале этого чемпионата, был сам на той игре, где Айпан Галонка репрезентовал ческо-словянский тим, где был Айтим за советской оздоровой. Я должен извиниться, болел я и не за Йозефа Галонку, а за нашу сборную. Болел я хорошо, наша команда получила второе место, чехословакская третья. Я за вас продумаю, что он нашему тиму, что ческо-словянский был на третьем месте, а на третьем месте нашему стал другим. Я так, причем, активно борелся, что после игры мне Вениамин Александров подарил свою клюшку с номером 8. Она была у нас очень долгое время в семье. Да, мы активно с вами поддержали, поэтому Айтим Алиамин Александров здоровал мне свой палец. Так что сегодня я должен извиниться. Второй сюжет, о котором я бы хотел сказать. Вот, это сюжет, связанный с ночной хоккейной лигой, которая существует в России с 2011 года. Другой, что записался, хотел бы несколько повредать и порасправить о мощной локеровой лиге, которая экзистула в русском, попробуй дайте себе. Мы знаем, что существует профессиональный хоккей в любой стране, но в России существует еще вот эта любительская хоккейная лига, которая действительно играет по ночам, когда собираются игроки. И таких игроков у нас сейчас в ночной хоккейной лиге у нас сейчас почти 19,5 тысяч игроков. И у нас где-то там сейчас 900 команд, больше 900 команд, 963 команды в 76 субъектах Российской Федерации, в 76 регионах. И основателем этой хоккейной лиги были несколько спортсменов, и был один самый главный закладателем, или где-то был наш президент Владимир Путин. И вы могли посмотреть сегодня на экране, что он стал играть неплохо. Он год от года играет все лучше и лучше, у него успехи достаточно неплохие. А несколько раз мы на образе, что все видели, что он был добрым успехи, и каждый год играет лучше. Господин Голанг наблюдает за развитием ночной хоккейной лиги, я уверен, знает, что это такое. И вот когда, не так давно был предыдущий день рождения Йозефа Голанги, по этому случаю была выпущена книга о его спортивных достижениях и о чехословацком и словацком хоккее. И за минувы на родине пану Голангу была видеть книга о его спортивной чинности, о том, что досягло. Тот юбилейный день рождения хорошо отмечали здесь недалеко от Братиславы, вместе с Томиславом Юриком, который помог издать эту книгу. Я, к сожалению, тогда не доехал на эти празднования бойницы, но душой я был с теми, кто отмечал юбилейный день рождения нашего друга. Может, он не был приятный, но душой был там, со своими конецами. А сейчас ближайшим к интриге, что по тихто условиях народенен, пан Голомка с разводом трещинку за своего вакеевого облачения послать до одного из главных законодателей ночной лиги. И я думаю, что это было такое поощрение за хорошую игру, которая становится все лучше нападающего Путина от нападающего Голомки. А мы с вами были такие отмена для хорошей игрушки, чтобы поднять мотивацию Путина как игрока. Поэтому, когда Путин получил, вот вы видите, стал играть он, безусловно, лучше в хоккей, стало заметно. Но он поручил мне в связи с днем рождения господина Голомки передать его поздравления и небольшой подарок. Это тоже хоккейный свитер ночной хоккейной лиги, вымпел ночной хоккейной лиги, вот, который я имею поручение своего президента вручить. Вот так вот это выглядит. Номер 55. Вот здесь у нас есть и выбор. Вот, и я думаю, что сам все вот этот вот контакт, и вот этот вот обмен свитерами двух опасающих, и здесь, кстати, и о ночной лиге, последний вот этих соревнований, фестивалях по хоккею, пользуюсь такой информацией. И в этом это очень важно, поскольку благодаря Йозефу Голомке, вот этому обмену, этому жесту, вот, получилась такая связь между ночной хоккейной лигой и ветеранами словацкого хоккея. Вот, а в этом свитере я уверен, что Йозеф Голомко сможет сыграть с нашей ночной хоккейной лигой. А может быть и здесь тоже такая возникнет, в Словакии. Так что, дорогие друзья, я желаю здоровья, успехов, всего самого доброго нашему другу Йозефу Голомке, словацкому спорту. Который с помощью Игоря Немечка развивался здесь, сейчас на Международной арене, активно работает господин Немечка. Вот, чтобы словацкий хоккей процветал, чтобы было больше игр, но обязательно, чтобы там было меньше ничьих и было бы все-таки больше побед. А победит сильнейший в спорте. Так что, ребят, вам всего самого доброго. Еще раз, с днем рождения, мой дорогой. Спасибо. Всего самого хорошего. Если вы хотите, господинь, 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 господинь. Здесь вспоминал, что вам 6. января на родине. Пришло то курьером. Пре мое то было нечо ужасное. Виете, мы Слованья стале сдрожим сполу. Поехали. Прежил найвякшую генерацию хоккея. Раз я был против Пуцковой, Слоговой, Треговой, Бобровой. Потом пришла дальнейшая генерация. Майоровцы, Александром, Филсом и другие. Прежил 5 генераций советских, так называемых, советских, русских, с которыми мы ведли ужасные бои. Но нужно сказать, что когда мы встретили на рецепции, бои перестали. Мы столько вина, они столько водки. Они были лучшими камерами. Хочу сказать только одну вещь. Все думали, что мы реагули на я, что мы большие противники. Ано. Это были мои кочки с псом. Он был большой, а я был маленький. Но после запаса, когда мы садали, так что мы нестали, потому что он тут водку спнул, как я вино. Так что мы почитали. И было для меня великостью, что он был позван в телевизии. Это были годы с Паном Марковичом. Он был у меня тюждень. И мне нужно сказать, что это были мои найкрашшие дни, которые я с ним пережил, мимо ладовой прохи. Потому что это был один ужасный спорт. Не огоряч с Пуцком, Александром, это были все игроки абсолютных капакций. И мы всегда были хороши. Несколько это было нарушено, как-то интригами. Но в основном мы все решили, как было нужно. И мы были большие приятели. В Казахстане в Казахстане. И мы там были такой турнай. И мы встретили с генерацией Макаров, Майоров и остальные. И это был турнай, который днес заложил Пан Путин. И для меня большая цель, что праве Пан президент Путин забрал охрану руку на руке. Потому что, чтобы мы говорили на руку, днес влазну русские храки в НХЛ. Это было очень интересное, когда они говорили, что они лучше. Но я видеть, что там огорячки на дальнейшем, что с этим храком храком, храком в НХЛ, но их сердце в русском. И это большая вещь. И я думаю, что, когда мы достигнем, что наши храки храком 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 храком, и будут сидеть в СССР так, как они имеют, а не с интригами и протестами, так что будет очень хорошо. И это доказал праве президент Путин, который ведет в СССР. И это большая вещь, потому что глава штата является лучшим шпортом. Указывает всем, что это идет. И поэтому есть такая ситуация, какая-то есть. Я бы еще раз хотел бы очень подяковать, потому что мне нужно вспомнить очень долго, что я не доставлю в СССР, что я в народе нет. А пан Велбисаде я нашел столько времени, что мне это написал в русском, а я читал. Так что я думаю, это было в СССР. Так что это для меня огромная честь. Я очень рад, что именно на входе это было в СССР. Каждый год мы прославим День Победы, когда мы прославим. Потому что я я думаю, что я помню, что я помню, когда Братислава была ослабленная русскими войсками советскими войсками. Так что нужно не вернуть эти действия и не обракать их, но вернемся к тому, что это в реальности. Я не политик, я не знаю, потому что я в первом Раде спортивный и был за то, что можно бояться за славянский народ в Ческом Народном мусстве, потому что мы там были первые бояться, потому что они были лучшие хоккейские, но наконец и еще позвали за капитана Ческословедского народного мусства. И это я тоже великую честь. Мы спорные мы спорно с вами были взаимная уста. Еще раз, пан Верли, мисарь, за это позвание и уста, потому что я немного ностальпичный, но не нет. Я думаю, что наши спортовцы или наши спортовцы во свете потому что там, где добрый спорт, там есть хорошая экономика и там доброе все, что околи родины, живот, спортовцы ведутся заготовки. Я думаю, что в том смере русский спорт может Игорь говорит, что старые 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 которые встретили. Макаров было еще раз ваше экселенте дякую. Дякую всем, которые вспоминали, что я уже 82 года, но никогда не забуду, где моя карьера началась в Братиславе в 1957 году, а во шестом году храла Москва. И я великую честь против Боброва. Макаров макаров Я пришел на крючок, я пришел на крючок, все малили. Гол, гол, гол! Я говорю, как? Там началась моя карьера, кончила. Тебя его выразили. Так что это такая историческая вещь, что, как молодой игрок, на уровне один из самых лучших бракаров в истории. Мы, на завершение, на такую вспомнику, еще раз большое спасибо. Спасибо. И все наши приятелства с удовольствием так, как мы. На здравие. На здравие.